ДИАЛОГ ДИАЛОГ Центр занятости, а служба занятости существует уже 25 лет в Российской Федерации, оказывает целый комплекс услуг. Это и подбор подходящей работы людям, обращающейся к нам за работой, а также подбор необходимых работников, тем работодателям, которые в этом нуждаются. Также у нас предоставляется услуга по организации так называемой время занятости для тех людей, которые временно не работают, активно ищут работу и могут подработать во время активного поиска работы. Занимаемся мы в рамках временной занятости трудоустройством как слабо защищенных категорий граждан, о которых я попозже расскажу, так и подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Помимо этого, мы организуем профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для безработных граждан. Кроме этого, граждане могут обратиться к нам за такими услугами, как профориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация. Это те услуги, которые необходимы гражданам, которые потерялись в нынешних реалиях и не очень хорошо себя ощущают на рынке труда. Вот мы такие услуги им предоставляем. Причем хочу обратить внимание, что профориентационные услуги получают все без исключения граждане, обратившиеся в центр занятости. То есть неважно, безработный он или работает? Нет, неважно. Он пришел, обратился, и мы ему предоставим услугу по профориентации. Тогда как психологической поддержкой и социальной адаптацией у нас могут воспользоваться только безработные граждане. То есть те, кто зарегистрирован, кто стоит на учете, как мы говорим. Да, кто состоит на учете, как безработный гражданин. Елена Владимировна, извините, перебью сразу. У нас вот прям такая очень быстрая реакция наших зрителей произошла. Уже есть первый звонок, и давайте послушаем, о чем вас хотят спросить. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если мы встаем к вам в занятости по поиску работы, в течение года вы не находите работу. Что тогда делать? Вы знаете, тут ситуация частная, конечно, потому что я хочу сказать, что средний срок поиска работы у нас, как правило, 3-3,5-4 месяца. Если человек испытывает какие-то сложности и в течение года не может трудоустроиться, то если человек получал пособие, о котором мы тоже, наверное, попозже поговорим, и мы, естественно, можем выплачивать пособие только в течение года, а если человек имеет стаж больше 20 лет женщины и больше 25 лет мужчины, то мы продляем выплату пособия для таких граждан. Насколько? Это зависит от стажа. За каждый год, превышающий 20 лет у женщины, это 2 недели стажа. Мы продлеваем срок выплаты пособия. Если такого условия у человека нет, то мы приостанавливаем выплату пособия, не снимаем человека с учета, продолжаем активно с ним работать и предлагаем ему все варианты работы, которые подходят этому человеку. Если еще полгода пройдет и гражданин не может найти подходящую работу, мы назначаем им пособие в минимальном размере, а это 850 рублей в месяц. И опять-таки продолжаем работать с ним. Мы не снимаем никого с учета. Единственное, просим людей активнее заниматься поиском работы самостоятельно, потому что помимо нашей услуги человек, ищущий работу, и тот, кто приходит в центр занятости, приходит за тем, чтобы активно с нашей помощью искать работу. Но обращаю внимание, самому не центр занятости должен ему искать работу. А он помогает ему, да, получается? Мы оказываем услуги. Мы оказываем услуги по поиску работы. А человек должен сам проявить активность и искать работу вместе с нами. Ну а вообще вот тогда возникает вопрос, стоит ли обращаться к вам, опять же, вот, ну, помимо того, что выплачивается пособие, да, ведь сейчас столько возможных вариантов есть поиска работы, и через знакомых, через интернет, столько разных сайтов. Зачем нужно приходить в центр занятости? Ну, не сказать, что всем нужно приходить в центр занятости. Люди, потерявшие работу и активно, имеющие активную позицию жизненную, как правило, редко обращаются в службу занятости. Ищут работу, как вы сказали, через знакомых, через интернет. Другими способами, через СМИ. С другой стороны, есть категория людей, которым выгодно прийти в центр занятости. Это такие люди, как сокращенные с предприятия, высвобожденные с предприятия по сокращению штатов или ликвидации предприятия. Если человек в течение 14 календарных дней после вот такого неприятного момента, как сокращение или ликвидация, уволен, он в течение 14 календарных дней должен прийти в службу занятости, встать на учет, предоставить все необходимые документы. И если мы в течение трех месяцев не найдем работу, то потому что два месяца гражданин уволен из предприятия по сокращению. Но он получает деньги еще с того предприятия. Получает среднюю зарплату, и это люди должны знать. Среднюю зарплату на период трудоустройства. Если мы ему не нашли работу, и он не смог найти, то по истечении трех месяцев мы выдаем этому человеку справку об оплате так называемого третьего месяца безработицы. То есть предъявив эту справку своему бывшему работодателю, человек имеет право получить еще одну среднюю месячную зарплату. С первого дня четвертого месяца мы назначаем пособие этому гражданину. Хочу сразу сказать, что максимальное пособие для всех граждан, которые имеют не менее полугода за последний год работы, составляет 4900 рублей. Но не густо, конечно, в наше время. Хотя слышно сейчас о том, что профсоюзы подняли вопрос насчет того, что 8 лет в Российской Федерации не меняется максимальный, да и минимальный уровень пособия. Потому что минимальный размер оплаты труда растет. Да, 850 рублей. Максимальное пособие, независимо от того, где ты работал и какую зарплату получал, не более 4900 рублей. Говорят о том, что рассматривается вопрос о повышении максимального пособия для тех людей, которые потеряли работу до прожиточного минимума. Хочу напомнить, что на сегодняшний момент в Московской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет чуть меньше 12 тысяч рублей. Вот, надеюсь, если такая ситуация сложится, и правительство примет такое решение, быть безработным какое-то определенное время будет людям легче. Потому что на 4900, конечно, прожить нельзя. И тут возникает такая ситуация, когда человек должен минимально пользоваться нашими сроками постановки на учет и максимально искать работу. Но вот пока вы мне задали вопрос о том, стоит ли обращаться в центр занятости, потому что ради вот этих меньше, чем 5000, в общем-то, довольно, ну, не то, что сложно, но муторно, может быть, документы все собирать, справки, именно чтобы оформить это мизерное пособие. Буквально одна справка нужна от работы дателя, все остальные документы у человека при себе всегда. Вот. Но, с другой стороны, если человек обращается в службу занятости и активно ищет работу, он получает пособие, получает статус безработного и получает пособие. О размерах мы уже, к сожалению, поговорили. Но этот период безработицы каждому гражданину в период активного поиска работы и в период получения пособия засчитывается в общий трудовой стаж. Мы ежеквартально передаем сведения в пенсионный фонд о тех людях, которые стоят на учете. И этот общий стаж учитывается при назначении пенсии. Даже если человек не нашел работу вот за те три месяца, пока он получает пособие. И три месяца, и полгода, и год, пока он получает пособие, этот срок идет в общий стаж. Поэтому молодежь сейчас не очень задумывается о пенсии. А зря. Надо сейчас все эти моменты учитывать и активнее пользоваться услугами службы занятости. Я понимаю, что многие, особенно молодые люди, стесняются просто к нам обращаться. Вот я призываю к тому, чтобы люди не стеснялись, потому что есть определенные плюсы того, что они обратятся в службу занятости. А минусов-то нет. Минусов нет. Ну, минимальное пособие... Минус, но только что ходить, постоянно у вас отмечаться. Ну, если вы активно ищите работу, не постоянно, два раза в неделю, два раза в месяц. То есть один раз в две недели. Это не трудно. Тем более мы стараемся стимулировать человека. Мы каждый раз, приглашая его к себе на перерегистрацию, выдаем комплект вакансий, направлений на работу. То есть стимулируем человека к активному поиску работы. И вот, кстати, если говорить об этом, если человек ищет работу через интернет, через СМИ, через знакомых, хочу предостеречь сразу. Очень много сейчас появилось сайтов. Я неплохо отношусь к сайту JobMod, Moe и Avito, но хочется просто предостеречь людей. Очень эти сайты перенасыщены пустышками. То есть какая-то неправдивая информация? Да. В которых указывается, что престижная работа вас ждет за большие деньги, а на деле оказывается, что это распространение той же косметики или каких-то пищевых добавок, но никак не престижная работа. В отличие от этих сайтов, я прошу запомнить наших слушателей о том, что существует сейчас хороший сайт, официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации, который называется «Работа в России». Этот сайт легко найти в интернете. Там абсолютно проверенные вакансии, вакансии всех центров занятости Российской Федерации, в частности вакансии центров занятости Московской области, а также работодателей, которые аккредитованы на этом сайте и распространяют свои вакансии с помощью этого сайта. Прошу обращаться именно в первую очередь к этому сайту. Елена Владимировна, что за последний год изменилось? Мы говорим, что кризис, кризис, работы нет. Больше стало безработных у нас за минувший год. Я просто вспоминаю статистику того же прошлого года, весны прошлого года, то есть уже 10 месяцев прошло. Сколько у вас стояло на учете, сколько сейчас стоит? Сильно разнятся цифры? Ну, разница небольшая, хотя вот если говорить о конце 2014 года, это порядка 500 человек, сейчас у нас порядка 900 человек. То есть, ну, разница в 1,8 раза. Ну, разница разница, но это судьба людей, и практически в два раза больше людей остались без работы и официально к нам обратились. А сколько еще тех, кто официально не обратился? Да, сейчас ситуация сложная, конечно, не критическая, но сложная. Люди ищут работу. Вакансий у нас стало меньше, сразу откровенно говорю, меньше. Если в прошлом году у нас было порядка полутора тысяч вакансий, на сегодняшний момент чуть больше тысячи. И если сравнивать человек, людей 900 безработных и 1100 вакансий, вроде бы все нормально. На одного человека приходится вакансий. Ну, не надо забывать о том, что не всем людям подойдут те вакансии, которые есть. Поэтому в этой ситуации у нас, конечно, сложности существуют. Но для того мы и созданы, чтобы эти сложности помогать нашим гражданам решать. Мы еще поговорим о тех вакансиях, которые существуют в нашем районе. Сейчас давайте еще раз послушаем нашего другого зрителя, который нам дозвонился. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, а вот почему, как ее, сейчас скажу, почему учениками не берут нигде, ни на каком на предприятии? Вот есть такие объявления, что принимаем на работу учениками и обучаем. Вдруг молодежь обращается, а они говорят, а у вас стажа нету. Вот мне вот этот вопрос. И еще, может ли прятенцев стать щелково на биржу труда? На первый вопрос отвечу. Да, эта проблема существует. Мы ее озвучиваем уже много лет. Стараемся взаимодействовать с работодателями по поводу того, чтобы создавать не только рабочие места, но и так называемые учебные рабочие места. Специально проводим ярмарки вакансий, которые у нас называются ярмарки рабочих и учебных рабочих мест. Однако единицы работодателей берут на работу молодых ребят с обучением на рабочем месте. Это, как правило, те вакансии, которые требуют квалификации от молодежи, но для молодежи эти вакансии непрестижны. Сами знаете, станочники сейчас, очень востребованная профессия, учат единицы учебных заведений, а они требуются. На рабочем месте, наверное, и сложно. Обучиться там какой-то длинный курс пройти надо. Нет, как раз вот в этой ситуации и идут на обучение. Берут молодежь или переучивают с другой профессии на профессию токарей, фрезеровщиков, карусельщиков. К сожалению, сложнее девчонкам в этой ситуации устроиться, потому что на рабочем месте швей, может быть, и поучат. Но все равно, как правило, да, вот слушательницы абсолютно права. Вроде бы приглашают учениками, а требуют стаж работы. Это бывает и очень часто. Тут мы, к сожалению, ничего поделать не можем, кроме того, что продолжаем работать активно с работодателями. И я надеюсь, что мы с помощью и правительства, и министерства промышленности, которые тоже заинтересованы в молодых кадрах, эту проблему все-таки решим. Создание учебных рабочих мест на предприятиях. Ну вот как раз по поводу швей хотел сказать, конечно, сегодня просматривал я просто ради интереса. Извините, а я на второй вопрос отвечу. Да, ну давайте на второй вопрос. Извините. Насчет Фрязина. Во Фрязино существует центр занятости. Вы можете обратиться туда в целях поиски работы и встать на учет в качестве безработных. Наша территория обслуживания это город Щелковский район, включая поселок Фрянова и другие населенные пункты. Городской округ Лосино-Петровский и городской округ Звездный городок. Ну да, у Фрязина свой центр занятости. У Фрязина свой центр занятости. И прошу извинения. Ну да, это я прошу извинения, что я вас перебил. Я предполагаю, что мы сразу сказали сложнее девочкам. И вот насчет швей говорили. Как раз требуется у нас в районе, но я не буду сейчас, конечно, делать рекламу компании, которая занимается пошивом, так скажем, модной одежды и приглашает именно швей без абсолютно, без всякой подготовки. Я думаю, что и молодые девочки, если хотят, тоже туда могут прийти. То есть не так все плохо в этом смысле. Ну вот вы сказали ярмарки, вакансии. Давайте немножко подробно поговорим о них. Как регулярно они проводятся, что из себя представляют? Ярмарки вакансии у нас проводятся не реже четырех раз в год. Я, пользуясь случаем, хочу пригласить всех слушателей на ярмарку вакансий, которая у нас состоится в следующую пятницу, 19 февраля, в нашем здании центра занятости, который находится по адресу город Щелково, 1-й советский переулок, дом 26, с 10 до 12 часов. Два часа к вашим услугам будут работодатели, которые придут к нам специально поговорить напрямую с соискателями работы по поводу трудоустройства. Эти ярмарки положительным моментом являются почему? Потому что не мы, как посредники, являемся предложением и предлагаем вакансии работодателей, а сами работодатели, будь то руководители или руководители кадровых служб, приходят к нам и напрямую общаются с соискателями. Предлагают ему заполнить анкеты, беседуют с ними и даже договариваются о предварительном собеседовании или напрямую о трудоустройстве. Очень удобный способ общения, он пользуется спросом у наших безработных, ищущих работу граждан. Вот в этом году, значит, у нас это первая ярмарка, вторая пройдет в апреле, в конце апреля. И две ярмарки запланированы на осень, потому что летом у нас не очень люди активно ищут работы, находясь летом на дачах и на огородах. Мертвый сезон, как и везде. Но так как я уже сказала, что у нас в этом году будет 25-летие службы, мы где-то вот весной проведем расширенную ярмарку, куда пригласим по максимуму работодателей, и будет эта юбилейная ярмарка и большая для того, чтобы, надеемся, широко освещать ее в прессе, для того, чтобы максимум человек смогли ее посетить, и чтобы мы максимуму количеству граждан, ищих работу, помогли с поиском работы. Мы обязательно об этом объявим позже. Насколько охотно, я не знаю, насколько активно работодатели участвуют в этих ярмарках? Вообще всего, вот сколько потенциальных ваших сотрудников, так скажем, которые вместе с вами взаимодействуют в целях обеспечения работы наших жителей. Ведь это же не только предприятие нашего района. Да, это предприятие соседнего района. Мы с удовольствием приглашаем и предприятия Москвы, которые откликаются на наши просьбы. Но тенденция, конечно, несколько отрицательная по сравнению с предыдущими годами. У нас было и по 40, и по 50 работодателей, которые изъявляли желание поучаствовать в ярмарке и предложить свои вакансии. Сейчас их гораздо меньше. Мы с большим трудом пользуемся своим авторитетом и уговариваем иногда работодателей представить свои вакансии. И вакансии единицы, к сожалению. Бывает зачастую, что работодатели сами просят провести так называемые мини-ярмарки вакансий, где существует один-два работодателя, но много вакансий. Вот опять мы с вами говорили о швеях. Бывают такие ситуации, когда сезонные какие-то работы или вот такие работы, где нужен большой коллектив, а негде взять его. Мы идем навстречу работодателю и организуем специально ярмарку вакансий, которую посещают и все безработные, и все ищущие работу граждане, и где работодатель с большой охотой старается найти себе сотрудников. Но вот ярмарка, которая приближается, мы думаем, что откликнется у нас чуть больше 10 работодателей, но мы обязательно приглашаем своих коллег из близлежащих центров занятости. У нас на ярмарке представляют свои вакансии и город Фрязино, и Королев, Пушкино, Матищи и Ивантеевка. Это те центры занятости, которые находятся по пути следования в Москву. Доступность хорошая и на электричке, ну и на машине можно доехать до тех предприятий, которые они представят. Поэтому вакансий будет порядка 5 тысяч. Я с большим удовольствием хочу пригласить граждан, которые хотят найти или поменять работу к нам на ярмарку в пятницу 19 февраля. Ну а вообще 5 тысяч это уже так скажем с приезжими. А всего в районе сейчас у нас сколько примерно вакансий? Насколько спрос соответствует предложению и наоборот? Сейчас у нас тысяча, 100, чуть больше, тысячи 100 вакансий. Вакансии, конечно, разные. Для этого можно зайти, повторяю, на портал работы в России посмотреть эти вакансии. Но сразу могу сказать о том, каких вакансий больше. У нас очень много вакансий медработников, начиная от врачей, кончая санитарками. Очень много требуется медсестер и врачей узкой специализации. и много вакансий появилось в последнее время, которые подают воинские части. Но если вы зайдете на сайт Работа в России и увидите эти вакансии, конечно, они малобюджетные, мягко говоря. Это федеральный уровень, и они не подлежат эти вакансии контролю нашему, потому что по трехстороннему соглашению Московской области вакансии работодателей любых форм собственности, но Московской области не могут быть ниже зарплаты, не может быть ниже 12 500 рублей. К сожалению, в воинских частях зарплата ниже, и это конечно удручает, но вакансий много, вакансий много, правда, там вакансии требуются именно специалисты с высшим образованием. Я рекомендую обратить на эти вакансии внимание в первую очередь выпускников, которые могут немножко опустить свой престиж или какие-то амбиции, а попробовать начать трудовой путь вот с таких рабочих мест, где небольшая зарплата, но появляется опыт работы. А можно? Я не буду рекомендовать это делать. Елена Владимировна, я просто тоже у меня этот вопрос назрел, я, естественно, смотрел все эти вакансии наших воинских частей, просто обидно. Абсолютную цифру вы не назвали, я назову. Там предлагается у нас с 1 января нынешнего года минимальный размер оплаты труда 6204 рубля в целом по стране, при этом прожиточный минимум, как вы сказали, у нас в Московской области, чуть меньше 12 тысяч, там 11 990. трудоспособного населения. А зарплаты предлагаются как раз в воинских частях, причем они четко по-военному от 600-200 рублей до в одном месте 7250 до. Ну вот как молодому человеку, выпускнику, а специальности требуются и такие, как инженер-технолог, например, инженер, по метрологии, даже, по-моему, с опытом работы, вот как прожить на эти деньги? Вот, я не знаю, работодатели, я понимаю, мы не можем так критиковать, но вообще они думают, прежде чем подавать такое вот объявление о вакансиях. Да, Сергей, я разделяю вашу озабоченность, полностью разделяю, но, к сожалению, ничего сделать мы не можем. Вот такие вакансии в Министерстве обороны. Мы их только предлагаем, констатируем, принимаем, потому что не имеем права не принять. Но, однако же, повторюсь, когда молодой человек учится в институте, ну, и стипендия мизерная, и родители его тянут, и здесь можно немножко потерпеть, поискать еще подработку, но основной опыт по своей профессии можно получить. потом, судя по тому, по тем отзывам, которые приходят от людей, трудоустроенных на воинской части, не так все плохо, потому что там дополнительно к зарплате выдаются и пайки какие-то определенные, и какие-то льготы есть. То есть, это минимальный набор вот этих денег, которые они предлагают, ну, а про максимальный они стараются умалчивать. То есть, это все в частном порядке. это надо решать с работодателем конкретно. Я предлагаю уйти на небольшой перерыв, буквально на 3-4 минуты мы продолжим разговор о трудоустройстве наших сограждан буквально после рекламы. Счастливо. Продолжаем программу диалог. Напоминаю, что она идет в прямом эфире. Напоминаю, телефоны нашей студии 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Мои сегодняшние гости директору Щелковского центра занятости населения Елене Кулейхиной. Еще раз добрый вечер, Елена Вадимовна. Продолжаем наш разговор и хочу спросить, вот в первой половине нашей программы вы упомянули о том, что центр занятости оказывает услуги гражданам, не только безработным, но и тем, кто имеет работу, или вообще ее никогда не имел. По профориентации, что это такое, в чем заключается вот эта вот ориентация? Ориентация – это цикл мероприятий, которые проводят психологи с человеком, который хочет либо что-то изменить в своей жизни, либо проверить свое самоощущение, самосознание, либо свои профессиональные какие-то навыки на предмет того, оттуда ли я иду, а не стоит ли мне завернуть в другую сторону или поменять свой путь трудовой, изменив в корне профессию. Вот профориентация нацелена в первую очередь на то, чтобы молодежи задать верный путь. Для этого мы оказываем услуги всем, без исключения гражданам, в том числе и молодым людям. Ну и конечно, если человек неожиданно спустя много лет работы на одном предприятии или по одной профессии потерял работу и собственно задумался, а там ли я работал, мы помогаем ему сориентироваться в новых для него трудовых условиях. Поэтому я считаю, что это одно из самых важных направлений работы службы занятости профориентация. Она проводится в несколько этапов. Может человек обратиться к нам в любой момент, буквально предъявив паспорт. Поэтому и мы его отправим к психологу. У нас существует целый комплекс профтестов, где психолог подскажет человеку, как себя вести на рынке труда, кем ему надо задуматься, кем бы ему работать, если это молодой человек, можно ли и нужно ли поменять профессию, если более опытный человек. То есть комплекс мер по профориентационным услугам он получит в центре занятости. Но чаще всего обращается за получением этой услуги именно молодежь, кто еще не выбрал свой путь, или наоборот те, кто хочет поменять свою профессию. Вы знаете, молодежи у нас порядка 40% тех, кто обращаются, если брать общее количество людей, воспользовавшись профориентационными услугами, а их в прошлом году было порядка тысячи человек, то 40% молодежь. 30% это те люди, которые в среднем возрасте. Есть люди, которые и в предпенсионном возрасте обращаются, пытаясь найти себя в другой области, есть и пенсионеры. То есть у нас круг людей не ограничен. Но, конечно, в первую очередь это молодежь. Я хочу сказать нашим зрителям, что я уже воспользовался советом Елены Вадимовны и буквально накануне прошел такую профориентацию, задался вопросом а вообще тем ли я занимаюсь сейчас в настоящее время, может пора уже сменить профессию и, соответственно, если это нужно сделать, то, опять же, на каком поприще могу себя найти? Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте посмотрим, как это все происходило. Людмила, хотелось бы узнать, насколько моя нынешняя профессия соответствует моим способностям и вообще не пора ли поменять специальности? А как долго вы работаете по вашей профессии? Ну, вообще в этой сфере деятельности, в сфере журналистики уже 25 лет. А в связи с чем вы хотите поменять свою профессию? Ну, скажем, вот прошел уже какой-то, я не знаю, возрастной рубеж и еще все впереди и в то же время, может быть, начать новую жизнь, как говорится. Смотрите, в данный момент мы вам можем предложить пройти наше тестирование профперспектива опросник профессиональных склонностей. Забиваете свои фамилии, имя, отчество. Здесь вам будут представлены несколько вопросов. Отвечаете, выбираете тот вариант ответа, который вас более-менее устраивает и продолжаете тестирование дальше. То есть, чем более я согласен, тем выше балл. ответить нужно было на три десятка самых разнообразных вопросов, которые так или иначе выявляют профессиональные пристрастия. Высвечиваются те шкалы, которым у вас больше идет предпочтение. То есть, либо к технике, либо, опять же, к творчеству, либо у вас какие-то математические наклонности. Математических наклонностей у меня практически не нашлось, зато хорошими показателями отметились склонности, которые соответствуют моей нынешней профессии. Вот, смотрите. Вы, получается, выше среднего склонность работать с людьми. Самая высокая у вас, получается, сфера вашей, то, что, в принципе, да... Работу менять не придется. Вот. В принципе, вы также, получается, работаете в сфере искусства и также работаете с людьми. Так что у вас это все взаимосвязано. Вот. И получается, в принципе, сферу деятельности можно не менять. Вот. Несмотря на обнадеживающий прогноз, я решил все-таки выяснить, смогу ли при необходимости заняться другим видом деятельности, например, предпринимательством, и прошел соответствующее тестирование. Полный курс начинающего бизнесмена. В принципе, мы с гражданами занимаемся как бы полным курсом, у вас он получается ускоренный. Вот. Психологический тест, да? Вот это самое интересное. Здесь 16 вопросов. Отвечайте на эти 16 вопросов, и в конце у вас уже появится ответ. Готовы вы или не готовы? Приступайте. По сравнению с первым тестом вопросы показались более простыми. По крайней мере, было понятно, как надо отвечать, чтобы получить высокий результат. Но я постарался быть объективным, и в итоге набрал 40 баллов из максимальных 48. Суть этого теста заключается в том, чтобы человек в первую очередь понимал и осознавал, что он именно хочет делать своими силами, там, не своими силами, чтобы он, допустим, получается, как иногда вот приходят люди, да, я вот хочу заняться. А конкретно чем, вот сдаешь наводящие вопросы, человек сразу начинает теряться. Вот если, допустим, ваше тестирование, у вас действительно есть потенциал, чтобы вы стали предпринимателем. В общем, как выяснилось по результатам тестирования, я вполне подхожу для своей нынешней специальности, но если мне вдруг захочется сменить профессию, то я могу безболезненно это сделать и даже заняться предпринимательской деятельностью, что, в общем-то, достаточно сложно в наше время. Ну, если уже быть до конца откровенным, конечно, я не собираюсь менять свою работу пока, но тем не менее, чтобы наглядно это было для наших зрителей, для потенциальных ваших клиентов, так скажем, как это происходит. В общем, действительно интересно, познавательно, ну и хочу отметить, что все это бесплатно происходит, так что попробовать свои силы, как говорится, может каждый. Ну вот мы так плавно перешли к вопросу самозанятости, как это называется, да, о том, как открыть свое дело, какую помощь вы оказываете начинающим предпринимателям. Я знаю, что у вас целая программа есть, и вот из сюжета это было видно. Если можно, чуть подробно. Да, вы видели сюжет о том, что наш психолог консультировал вас по поводу открытия собственного дела. Служба занятости оказывает такую услугу тем гражданам, безработным гражданам, которые желают и пришли к выводу о том, что они смогут потянуть это нелегкое дело и заняться самозанятостью, предпринимательством. В этом случае государство стимулирует безработного гражданина, выплачивая ему 12-месячный максимальный размер пособия, а именно 58 800 рублей, для того, чтобы молодой предприниматель мог начать свое дело. Конечно, это деньги небольшие, что, что, 60 тысяч, все-таки, знаете, иногда стартовый капитал, может еще что-нибудь добавить, но иногда их не хватает. на то, что эти деньги нельзя проесть, пропить, пропить, да, или истратить на какие-то свои развлечения. Эти деньги выделяются из областного бюджета и очень строго контролируются. Эти деньги можно истратить, например, на аренду помещения, на покупку оборудования, но никак не на зарплату себя любимого. Поэтому для того, чтобы стать предпринимателем, у нас люди проходят цикл определенный. Во-первых, они должны с помощью наших психологов получить положительный тест на предпринимательство. Во-вторых, они должны составить, опять-таки, с нашей помощью, если это необходимо, бизнес-план своего будущего дела, где четко отразить те позиции, которыми человек хочет заняться. А бизнес-план вы помогаете составить? Обязательно. Мы даем всю нормативную базу, все документы, все постановления, все законы, которые это дело регламентируют. Ну, после этого бизнес-план проходит экспертизу сначала у нас в центре занятости, потом на так называемой межведомственной комиссии, где у нас определенные люди Щелковского района, руководители финансовых структур, налоговой службы, этот бизнес-план изучают и одобряют. Если он прошел экспертизу на межведомственной комиссии, гражданин у нас идет, регистрируется в налоговой инспекции и подписывает директором центра занятости договор, в рамках которого мы выделяем ему субсидию. И год работаем в плотном контакте с этим молодым предпринимателем. В течение трех месяцев он должен отчитаться за те средства, которые он получит. За истраченные 58 800 рублей принесет чеки, накладные, то, что он купил на эти деньги. А по истечении года мы с ними закрываем этот договор, если он успешно продолжает свое дело. Ну и много таких у нас в районе за последний год, за последние годы, успешных я имею ввиду. Ну и может быть в сравнении сколько человек хотели этим заниматься и у кого это удалось, у кого нет. Удалось у большинства. Мы ведем статистику последних пяти лет. У нас где-то 11-12 человек в год открывает собственное дело. Такие деньги нам выделяет правительство. За последние пять лет у нас больше 60 человек получило субсидию и 22 закрыли собственное дело по истечению года. Ну, наверное, не потянули или нашли другое себе занятие. Вот. В этом году у нас тоже 11 человек получат субсидию. Кстати, пять человек уже ее получили. У нас в прошлом году было очень много желающих и денег прошлого года не хватило. Они терпеливо, спасибо им большое, дождались этого года, когда начнется финансирование этой программы. И вне очереди уже пошли. Да, у нас выстроилась некая очередь для того, чтобы открыть собственное дело. И первые пять предпринимателей уже заключили успешно договор с центром занятости и получили субсидии. Кстати, заодно хочу сказать, что вот у нас еще есть такая программа профобучения безработных граждан и в том числе обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которому еще не достиг возраста трех лет. Вот эта программа у нас тоже очень востребована. К сожалению, нам выделяются маленькие деньги, и мы каждый год можем обучить не больше шести или восьми мамочек, как мы их любовно называем. В этом году мы уже все шесть женщин отправили на обучение, а желающих 18 человек. Сейчас мы пытаемся получить дополнительные средства, не знаю, получится или нет, но тоже программа востребованная. Почему бы нет, когда женщина собирается выйти на работу после трехлетнего, а то и шестилетнего, уже не туда, где она работала, скажем, именно туда. Но это та женщина, которая, обращаю внимание, находится в декретном отпуске и на предприятии, не уволенная, не уволенная из предприятия, находящаяся в отпуске, А зачем ей тогда учиться, переучиться? Чтобы поднять свой престиж, вспомнить последние азы своей профессии, мы предлагаем повысить квалификацию по ее профессии. То есть она вспомнит, что за последние три года, какие нормативные документы обновились, какие программы обновились, мы ее научим работать на новых программах, поэтому у нас таких и много желающих. Ну, а возвращаясь к нашим родным предпринимателям, хочу спросить, а какие вот наиболее самые востребованные направления среди тех, кто открывает свое дело? Сферу услуг, производства, торговли, кому отдается предпочтение, ну, вообще просто кого больше у нас? Вы знаете, услуги, конечно, разные. Чаще всего встречаются услуги в области оказания услуг населению. Это и оказание юридических, бухгалтерских услуг, открытие интернет-магазинов, магазинов по продаже каких-то детских вещей, женских вещей, такие тоже бывают. Открываются цветочные магазины, были у нас даже, открывались точки продажи итальянского кофе, кислородных коктейлей, всевозможные услуги населению. В основном это услуги населению. Есть у нас клуб, который занимается развитием маленьких детишек. Есть женщина, которая открыла шляпное производство, сама делает и шьет шляпки, потому что она в свое время работала на фетровой фабрике. То есть очень большой спектр разных предпринимателей у нас образовались за эти годы в Щелковском районе. Ну а что реально предлагают работодатели для тех, кто не сумел, не смог открыть собственное дело реалий? Каковы сейчас? Вы говорили больше тысячи вакансий в районе. Кто востребован, кроме токарей и швей? Плавно вытекает из профориенционных услуг, чем мы и занимаемся. Я бы хотела проинформировать наших сегодняшних слушателей, какие у нас на сегодня востребованные вакансии? Ну это в первую очередь. Водители автотранспортных средств в прошлом году было подано 87 вакансий. Как ни странно, женщины, инспекторы по кадрам, 24 вакансии и 14 человек мы отучили на эту профессию. Бухгалтеров 35 человек было в этом году подано и 29 вакансий мы закрыли переобучением. кладовщики 42 и 16 мы обучили. Кондитеры, косметологи, маляры, штукатуры, машинисты, медсестер 116 человек требовалось у нас в прошлом году и сейчас очень много требуется. К сожалению, подготовку медсестер мы не производим. Только либо за свой счет, потому что это затратная и длительная процедура. медсестра должна минимум полгода отучиться. У нас таких условий нет. Мы учим максимум 2,5 месяца и у нас люди проходят как правило обучение на какие-то профессии, которые они могут освоить за этот срок или повышение квалификации по своей профессии. Елена Вадимовна, я перебью вас, потому что у нас рвется в эфир еще один зритель. Давайте дадим ему приоритет, послушаем о чем он хочет вас спросить. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько времени может стоять человек молодой в центре занятости? Какое время? То есть год, полгода? Если вы имеете в виду, какое количество времени он может просто состоять на учете, это время не ограничено. У нас, к сожалению, есть одна безработная гражданка, которая стоит на учете больше 10 лет. Есть такой у нас экземпляр. А если вы имеете в виду время, когда человек стоит на учете и получает пособие, то если это молодой человек или не без опыта работы, он получает пособие два раза по полгода. То есть полгода получает, полгода перерыв, без снятия с учета, и полгода опять получает пособие. если человек с опытом работы и с определенными документами, которые подтверждают его время работы, то он стоит год и более. Я говорила уже о том, что продляется выплата пособия, потом полгода перерыв, и еще полгода получает пособие. На этом, к сожалению, материальная поддержка заканчивается. Но ни в коем случае человек не снимается с учета. Он снимается с учета по единичным случаям. Это если он трудоустроился, если он сам написал заявление об отказе от услуг центра занятости, если он пошел на обучение, а это уже занятый человек, и мы его снимаем с учета как безработного, хотя на время обучения по нашему направлению продолжаем платить стипендию в размере пособия. Это если человек уехал в другую местность и снялся с учета, и, к сожалению, если человек умер. Вот это те условия, при которых гражданин снимается с учета. Елена Вадима, у нас осталось буквально 2-3 минуты, и хочу в конце задать вопрос о перспективах, о нашем будущем, о молодом поколении. Мы говорили о молодежи, о профориентации, но для тех, кто самая-самая молодая часть наших жителей, скажем, еще несовершеннолетние, которые хотят работать, подработать в свободное от учебы время, что мы им можем предложить? Сейчас мы обязательно об этом поговорим. Сергей, извините, я вот еще забыла очень важный момент при ответе на вопрос, что мы снимаем с учета граждан, которые длительное время, то есть больше месяца, не приходят на перерегистрацию и не обращаются в службу занятости. Это тоже человек снимается с учета. А теперь отвечу на ваш вопрос. Такой давайте блиц-интервью совсем немного у нас осталось времени. Я, пользуясь случаем, хочу от всей души поблагодарить наши администрации городских и сельских поселений, а также муниципального района и города Лосино-Петровский и города Звездный городок за то, что они с пониманием относятся к проблеме подростковой занятости и выделяют средства на заработную плату подросткам. Хочу вам привести пример. Вот в прошлом году мы трудоустроили 615 подростков и средства муниципальных городских и сельских поселений превысили 4 миллиона рублей. Это те деньги, которые ребята получили в виде зарплаты. Центр занятости к зарплате доплачивает так называемую материальную поддержку этим ребятам, которая составляет в месяц 1275 рублей. А зарплата зависит от того, сколько они работают. Дети у нас работают круглый год в свободное от работы время, от учебы время или в дни школьных каникул. Там они уже полный рабочий день, который для них рассчитан по трудовому кодексу. Это, конечно, меньше, чем 8 часов, но в соответствии с возрастом рассчитывается и его часовой рабочий день. В этом году по нашим планам мы должны помочь ребятам трудоустроиться в количестве 665 человек. Я надеюсь, что у нас все получится. Тем более, что и муниципальные власти, и городские, и сельские власти запланировали почти 5 миллионов рублей. Я надеюсь, что у нас все сложится, и мы получим эти деньги и займемся трудоустройством подростков. Большое спасибо, Елена Вадимовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня была директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулейхина. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова